О чём пьеса Михаила Рощина «Спешите делать добро»? Одно толкование, почерпнутое из книг, почти точно передаёт её сюжет. Поддержать человека, попавшего в беду, часто также важно, как вовремя переключить стрелку на железнодорожном пути. Всего один дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопасного движения жизни. Так и у Рощина. Протокол милиции. 28 апреля сего года в 16 часов 40 минут неизвестная девушка 15 лет Соленцова Ольга, проживающая посёлок Будёновской, 19, совершила попытку покончить жизнь, как то бросилась под поезд, проходившая по четвёртому пути в составе паровоза и пяти пульманов, остановлена вмешательством составителя вагонов Терещенко П.И. и командированного пассажира Мякишева В.А., проживающего в городе Москва. Удивительная естественность поступка, незаметность доброты отличает Игоря Квашу в роли Мякишева. Его жена, сын принимают в семью Олю Соленцову радостно и легко. Они знают о том, какой невыносимой была её жизнь в посёлке с родителями, что принадлежали к тем ископаемым экземплярам, которые превращаются в скотов. И вот вышла на сцену Оля, артистка Марина Ниёлова. На сцену вышла старенькая, худенькая девочка с бледным, как во время тяжёлой болезни, лицом, с впалыми щеками и глазами, что как бы стыдились взглянуть на других, с деревянными движениями, со всем грузом горе, что она узнала уже в свои пятнадцать лет. Прошло время. Она оттаяла, ожила и оказалась весёлой и хозяйственной девчонкой, с характерным говорком, готовой на всё, чтобы отблагодарить семью, которая подарила ей жизнь. С каждым днём Оля Ниёловой всё больше являет нам и девчоночье озорство своё, и строгой хозяйственный ум. Сейчас в сцене, которую вы услышите, Оля гладит платье. Их соседка по дому, Сима, учит её уму-разуму. Сима, артистка Нина Дорошина, Оля, Марина Ниёлова. Чего это она? Ой, Симка, я и знаю сейчас, как пушинула, так такую историку закатила собачью. Ой, а я чего-то? Всё сплю, сплю, сама не знаю, чего сплю. Фух, жарища. Ой, Симаков и хочешь? Нет. Ну ладно. Ой, а гритошечки горячие, ну смазь летел отличный, хочешь? Нет, есть неохота. Я ночью встала, пачку пельмени схрепала. Вот даёшь. Вот всё говорят, диета, диета. Да какая тут, к чёрту, диета, когда жрать всё время так и сосёт. Отбегай-ка, смена-то, 18 танков, вон. Пяти лет по четыре года на кефире не выполнишь. Ну-ка, покажь платье, опять новое, гляжу. Ага, смотри-ка. О, ну-ка, 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 Ся. Ой, смотри, ой, ты тебя фигурка, 16 лет, не надо диеты. Ой, смотри-ка, это Аня подарила, чё лечит мне. Ой, окей. Она отличная. Ах, балуют они тебя. Аня-то со вкусом, а тоже вот со вкусом всё при ней. И образование, и квартирка. А с мужиком-то тоже не того. Ну, мужики пошли. О, прям как ужи какие-то. Главное вот улизнуть. Оль, а Боря-то не заходил? Не-а. О, пропал куда-то. Ой, Боря, Боря, одна горя. Ой, вот девки мои тоже говорят. Сахара, говорит, ни-ни, ни кусочка. А как ни-ни-то, Оля, когда не сладко? Ну-ка, отдай-ка сюда всю сахарницу. Сейчас прям слопаю его батон. Пожирней маслом намажу. Ой, знаешь, тоже так пожирней-то не больно, потому что всё-таки не своё это. Ух ты, ишь ты, какая хозяйка. Смотри, какая стала. Ты дева расцвела прям тут, как бутон. Бутон. По своим ты хоть скучаешь? Пишут они тебе. По сестричкам-братику. Знаешь, Сима, я-то тут вон как сыр, так в масле катаюсь, а они-то там мало-мало меньше. Прямо, ага. Знаешь, Сима, я бы прямо сейчас как в чём стою, так так и отъехала, но я как основной это вспомнил. Ну, вообще. Да ладно, о себе думай. Чего ты там? Ой, в наше время не рискнёшь, прокиснешь. Прожут они там, не волнуйся. Ведь мало-мало все меньше. Ой, меня вот тоже один позапрошлом годе город Мурманск звал. Плюнь, говорит, на свою однокомнатную. Айда, говорит, в чём есть? Бери паспорт и всё. А как Айда-то, Оля? Когда я только-только софу взяла. Знаешь, мою софу-то зелёную. Ах, отличная. Пол вон в квартире отциклевала о бригаду. Девки мои, как я их брошу? Куда я без них? Ой. Ну, он, конечно, выпимший был. Ой, и знакомства нашего дня два, не больше. А теперь сижу вот одна. Сплю. как дура на софе. Ой, ты вот, молоденькая, не побоялась, а? Ой, да что ты, Сима, у меня так ведь тёмно всё. Ага. Я как вспомню, всё тёмно. какие-то люди, знаешь, чего-то бегут, кричат. Какой-то машинист, что ли, подбежал, или кто-то к мне в подых так ударил у меня комком. А потом он подошёл, меня вот так вот с земли поднял, и вот ровно как, знаешь, так от всех людей вот ровно как вот отсёк. Ага. Потом меня вот так за руку взял, повёл. Ой, рука такая горячая, знаешь, здесь. Вот как всё одно бог какой что-то. Ну, 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 чего уж ты теперь-то, чтоб было, всплыло, чего вспоминать-то? Тебе судьба значит, теперь вот их держаться. Они добрые, хорошие. И он, и Зоя. Ой, Симка, да вообще уже так что-то говоришь-то, добрые. Да я таких-то людей, как они-то не видала сроды, знаешь, вот, ой, ну, я для них вот прямо, ну, вот всё, что хочешь, так стараюсь, ага. Ой, ну, они вообще духорные. Знаешь, например, так спрашивают, говорят, Оля, ты это читала? А это, говорят, ты, Оль, читала? Ну, вообще, представляешь, ну, чего я читала-то? Ага. Чего я вообще видела-то? Ой, ой, а по музеям ходим, красота. Ага. Ой, Симка. Чего? Недавно в таком были, ну, вообще, уже так я даже не могу вспомнить, как называется, какая-то там, ну, да я вспомню, потом, слушай, так заходим, ну, а там вот эти, ну, статуи-то. так они голые и здесь, и тут. Я как увидела, так они как в байне побежали, испугались, они над мной смеются. Ой, мы все так надрывались, знаешь. Тундра, ты ж тайга, сверая. Господи, им с татуин-то, ведь им так и положено. Они всю жизнь ведь голые-то ходят и тут, и там. Ну, правильно. Симка, ну, я ж-то не знала, вот именно, так я знаешь, как все запоминаю. Старайся. Я обучусь. И отлично, и учись, и старайся. По нему-то только больно, не обмирай. Слышь, чего говорю, не обмирай, по нему-то. Любовь всегда все дело испортит. Не люби, где живешь. Ну, чего ты? Во. Дуреха, я ж так тебе, ой, по-хорошему, по-свойски. Сима, да ты что? Он мне, как все одно, что лучше отца родного. Господи, все они нам лучшие отца родного делаются. ой. Ну, чего ты, онемела-то? Вот, вот этим ты себя и выдаешь. Ой, беда, беда. Ну-ка, ты, повнимай-ка, изо рта понабивала. Ты что? Иди-ка отсюда. Я тебя не видала сроду здесь. Да ты что, с ума что ли, сошла? А полаумила что ли? Ну, живота ты. Давай, иди, чтобы не видала тебя сроду. Пришла тут. У Даля есть такое определение добра. За добро злом не платят. В данном случае это решительно опровергнуто. Все решают люди. В пьесе оказалось немало персонажей, чьи точки зрения коренным образом отличались от мнения о добре Даля. Началось это с одной соседки Мякишевых, что все умилялось Оле, деточка, деточка, а сама раззвонила по дому и влила яд в уши жены Мякишева, Зои, мысль о неясных якобы отношениях ее мужа к этой девчонке. В результате многих перипетий происходило, находящих в пьесе «Дело о Соленцовой», уже создано «Дело о Соленцовой», попадает к некоей товарищей Филаретовой, что заведует чем-то, что имеет отношение к воспитанию подростков. Филаретова эта фигура сложная. Она много дурного видела, вероятно, в этой комнате, имеющей какое-то отношение к милиции, и не верит теперь никому на свете. Она уничтожает все хорошее, что сделала семья Мякишевых для Оли Соленцовой. И еще, видите ли, говорит, «Я вам добра желаю». Добра желаю. Как можно извратить слово? И потрясенная Оля собирается бежать из Москвы. Вот ее монолог, обращенный к сыну Мякишевых Сережи, а вернее, к себе самой. Ой, беда, беда, ой. Ой, всем беды-то наделала, так всем. Ой, одна я виновата, так во всем. Я виновата, ну, виновата я. Ну, виновата, так у меня срода такой характер невезучий, прямо или в какой там прорубь поскользнусь, или какой козел бы, да нет, так это все меня. Ну, что же, ну, виновата я. Ой, я тут так метнули. Тут такое сказано. Ты-то не слушай, не слушай меня. Не ходи за мной, как комар прилепился. Так не поймешь, мал еще. А тут, нет, 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 я люблю тебя, как братика моего, как Феденьку. Люблю. Ты знаешь, только тут не болей, учись, хорошо. Вот, вот так. Ой, я виновата, виновата. Ой, господи, да как хорошо-то все было. Так вот, она пришла, беда, так отворяйте. Тут так метнули. Тут такое сказано. Так я и ты, милиционерша, так говорю, чего хотите. Она говорит, все, скажи, Олечка Соленцова, все. А я говорю, а чего сказать-то, я не знаю. А она говорит, все, Олечка, все, Соленцова. И глазки у нее такие щуреные, щуреные. Так я прямо криком кричу на нее, тьфу, говорю на вас, на милиционершу. А она мне все свое, все, Олечка, все, скажи, все. Ой, ой. Ой, увлечу я от вас, как облачка. Так и не заметите, ой, я лечу. Ладно, ты иди-ка, иди отсюда. Не слушай, иди. Все, тут так метнули-то. Так такое сказано. Олечка, иди-ка, 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 иди-ка. Субтитры создавал DimaTorzok